Всем привет, меня зовут Илья, и я еду на поле запускать карамельные ракеты. Ну что, поехали со мной? Иногда нужно сделать в жизни шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Хотя это видео я назвал «Работа над ошибками», и по сути это необходимое возвращение к уже завершенному проекту бумажной ракеты, это все-таки скорее доработка уже имеющихся решений. Доработка, потому что запуск бумажной ракеты получился полностью штатным, с успешным возвращением домой. Но тут все-таки есть куда расти. Во-первых, черный Сэм имеет заметно больший потенциал по высоте полета. В прошлый раз система спасения сработала раньше, чем ракета достигла апогея. Это хотя и было штатным расчетным поведением собранного движка, но все-таки хотелось бы получить срабатывание в апогее или чуть после него. Я уже рассказывал о сложностях реализации пиротехнической задержки. Она зависит от многих переменных, но все-таки технология изготовления двигателя у меня не стоит на месте. Поэтому, не повторяясь в рассказы деталей изготовления двигателя, я просто возьму и увеличу длину трассера с 15 до 40 мм. А также, не помню, говорил я или нет, обязательно добавлю выступ пару миллиметров в бронировке в трассер. Этот выступ поможет избежать обратного торцевого зажигания трассера, а значит и препятствовать преждевременному воспламенению мортирки. Когда в двигатель зальется эпоксидка, то выступ полностью запечатает трассер задней части. Ну да, правда в результате увеличения трассера двигатель будет выступать за габариты ракеты, но в целом это не сильно ухудшит стабильность, так как в ракете заложен более чем двойной запас устойчивости. Во-вторых, что касается устойчивости, то я решил еще чуть доработать зацепы на ракете, с помощью которых ракета цепляется к пусковой установке. Напомню, что в качестве зацепов я использую либо толстые шурупы, либо болты М5. В принципе это хорошее решение, если ракета достаточно быстро стабилизируется, а чем выше скорость, тем лучше работают аэродинамические стабилизаторы. Но для ракет диаметром в 40 мм с движками в 5-7 кг тягой, увы, из-за веса ракеты и ее сопротивления лобового скорость набирается достаточно долго. Поэтому ракете нужен продолжительный разгон по пусковой, что приводит к дополнительному трению во время хода по пусковой и уменьшению соответственно максимальной высоты. Кроме трения, болты в рельсе пробалтываются, что тоже добавляет еще трения и небольшого люфта по вертикальной оси рыскания. Частично эта проблема отпала с внешними наклеенными стабилизаторами в черном сэме из дерева. Но с появлением 3D принтера их можно сделать заметно точнее. Поэтому рисуем модель и распечатываем. Зацепы приклеиваем на секундный клей, соблюдая соосность. И, наконец, в-третьих, доработка системы спасения. Как показал опыт рыжей Sony, стропы нужно делать прочными, сделанными из крепкой киперной хлопчатобумажной ленты. Ну и чтобы уменьшить удар от рывка, нужно использовать резинку-амортизатор. В черном сэме в принципе и так все хорошо, и парашют уже отлетал несколько раз. Но все-таки я случайно нашел интересный материал для фала. Мне на глаза попалась резинка для донок. Резинка очень легкая, тонкая и очень прочная. Шутка ли? Нужна огромная прочность, чтобы тащить упирающуюся рыбу из воды. И вот такая резинка имеет еще одно свойство. Она упругая. То есть просто джекпот. Даже для тяжелых ракет подходит. Ставим ее на ракету и идем на запуске. Ну что, я на поле. Погода вообще отлично, суперская, ясно. Такой свежий ветерок. В принципе сейчас это не сильно важно, но чего. Надо пользоваться случаем, раскладываем. Как насчет? Пять, четыре, три, два, один, пять. Обратный отсчет. Пять, четыре, три, два, один. Пуск. Ну, вот он парашют. Прям классно, штатно. Теперь его только в колосях найти. Да, теперь, конечно, еще та задачка ее найти вот в этом поле. Трава высокая, маячка у нее нету, так что это нужно будет погулять. Так, ну а вот она и ракета. Открывшийся парашют. Причем нормально открылся, все хорошо. Резинка, резинка, леска для донки и как бы вот оно, целая ракета. Я считаю, я считаю, что это, ну как, успех, да. В общем, лето заканчивается. Полеты успешные у нас были. Но экспериментов еще осталось великое множество. Если вам понравилось это видео, то, конечно, отблагодарите меня лайком, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Меня зовут Илья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok